Кто ваша собака? Гений или тугадун? Профессор психологии Стэнли Коррен предлагает нам протестировать свою собаку на интеллект. Я Догмама Аля и со мной мои собаки Чихуа Софиеван. И сегодня мы будем проходить тест на собачий IQ. Этот тест поможет нам с вами определить способности собаки решать проблемы, реагировать на речь и так далее. Но помните, IQ это не приговор и мы в силах менять ситуацию. Пройдя этот тест мы поймем, где у нас есть пробелы в развитии собаки и контакте с ней. Смотрите это видео до конца, потому что в конце я скажу некоторые важные моменты для хозяина, которые нужно выполнить для прохождения этого теста. Итак, поехали! Для теста нам понадобится... Одно большое полотенце, одно маленькое полотенце, одна пластиковая, не слишком прозрачная емкость по размеру вашей собаки. Для крупных собак что-то побольше, для мелких небольшой объем. Один секундомер, три кусочка лакомства, хорошее настроение, умение улыбаться и немного актерского мастерства. Первое задание на способность вашей собаки решать проблемы. Усадите собаку, покажите ей лакомство и дайте его понюхать. Если собака плохо сидит, пора тренировать выдержку, а пока ее может кто-то придержать. На глазах у собаки поместите лакомство под желательно не очень прозрачную банку примерно на расстоянии 2 метра от нее. Разрешите собаке съесть лакомство и засеките время. Вот молодец! Результаты. Собака достала лакомство за 5 секунд или менее. 5 баллов. 5-15 секунд. 4 балла. 15-30 секунд. 3 балла. 30-60 секунд. 2 балла. Более минуты или не достает 1 балл. Задание второе. Тоже на способность решать проблемы. Собака должна быть бодра. Дайте собаке понюхать большое полотенце. Нерезким, но быстрым движением набросьте полотенце на голову собаки так, чтобы ее голова и верх оказались под полотенцем. Отсчет пошел. Собака освободилась через 5 секунд или менее. 5 баллов. 5-15 секунд. 4 балла. 15-30 секунд. 3 балла. 30-60 секунд. 2 балла. Более минуты или не освобождается 1 балл. Задание третье. На социализацию. Выберите время, когда ваша собака сидит на расстоянии примерно в 2 метрах от вас. Собака должна сидеть по собственному желанию, не надо ее усаживать. Посмотрите на вашу собаку. А когда она в ответ посмотрит на вас, досчитайте в уме до 3 и широко улыбнитесь. Собака идет к вам с радостью. 5 баллов. Собака идет в вашу сторону спокойно. 4 балла. Собака встает, но не идет к вам. 3 балла. Собака отходит подальше от вас. 2 балла. Собака никак не реагирует. 1 балл. Четвертое задание. На решение более трудных задач и требует способности перемещать предметы в соответствии со своими целями. Покажите лакомство и на глазах у собаки положите лакомство примерно в 2 метрах от нее. Затем накройте его полотенцем. Разрешите взять и засекайте время. Ой, молодец. Собака достала лакомство через 15 секунд или менее. 5 баллов. 15-30 секунд. 4 балла. 30-60 секунд. 3 балла. Пробует достать, но бросает. 2 балла. Не пытается достать в течение 2 минут и более. 1 балл. Задание 5. Способность решать проблемы и способность к манипуляции. Используйте низкое препятствие, чтобы собака не могла под него просунуть голову, но могла просунуть лапу. Покажите вашей собаке лакомство и дайте его понюхать. На глазах у собаки поместите лакомство под препятствие на таком расстоянии, чтобы собака могла дотянуться до него лапой. Разрешите собаке взять лакомство. Засекайте время. Ай, молодец. Собака лапами достала лакомство меньше, чем за 60 секунд. 5 баллов. 1-3 минуты. 4 балла. Пытается достать ртом или достает менее, чем за 3 минуты. 3 балла. Только нюхает и делает 1-2 попытки достать мордой. 2 балла. Собака не делает попыток более 3 минут. 1 балл. Давай. Ай, молодец. 6 задание. Языковое восприятие собаки. Выберите время, когда ваша собака комфортабельно расположилась примерно в двух метрах перед вами. С интонацией, словно вы говорите имя собаки и зовете ее, произнесите какое-нибудь любое другое слово. Холодильник, кино или что вам взбредет в голову. Кукуруза. Эй, кто прибежал? Кто кукуруза у меня? Я кукурузу. Собака отзывается и показывает готовность подойти к вам. 5 баллов. Если вообще не подходит, скажите другое слово точно таким же тоном. Подходит 4 балла. Если не подходит, позовите по имени. Подошла или сделала движение в вашу сторону? 3 балла. Подошла только во второй раз на свое имя? 2 балла. Не подошла? 1 балл. Итак, подсчитаем баллы. Профессор Коррин говорит, более 25 баллов ваша собака гений. От 15 до 25 собака весьма сообразительна. От 5 до 15 собака не блещет умом. Менее 5 у вас точно не морская свинка? А теперь несколько правил для прохождения теста. 1 проводить тест нужно с вашей, а не чужой собакой, старше 1 года, которая проживает с вами не меньше 3 месяцев. 2 тест лучше проходить дома и в виде игры. 3 вы должны разговаривать спокойно, не повышать голос, не раздражаться на собаку и не проявлять чрезмерную радость. 4 тест можно пройти один раз. Повторить можно еще один раз для коррекции баллов. Проходить тест по нескольку раз бессмысленно, потому что собака уже будет готова к будущим заданиям. 5 вы можете выполнять задания в любой последовательности. 6 поскольку тесты в основном построены на мотивации скушать вкусняшку, постарайтесь, чтобы собака была немного голодна. Собака не должна быть усталой, вялой, сонной или болеть. Софи набрала 30 баллов, а Эйвен 29, но совершенству нет предела. Этот тест помог мне понять, что Софише нужно тренировать выдержку, а с Эйвеном налаживать еще больший контакт. Если у вас получились хорошие результаты, поздравляю, но не останавливайтесь на достигнутом. Если же результаты вас не порадовали, уделите занятиям собакой больше времени. Чаще гуляйте и бывайте в неизвестных местах, знакомьтесь с новыми предметами и учите собаку преодолевать препятствия. Играйте в новые игры, разговаривайте с собакой и, конечно же, любите ее. А какой айпью у вашей собаки? Пройдите тесты, напишите результаты в комментариях к этому видео. А также не забывайте ставить лайк, если хотите еще больше тестов для животных и их хозяев. Любите своих собак, кошек, других питомцев и будет вам счастье! Почему, Эйвен, я тоже хочу играть? А я что? А я? Я. Мам, ну что? Мячик лови, говорят тебе. Мам, ну давай, кидай же. Мам, ну кидай, давай, давай, мячик, ну давай. Ну, мам, а я, а я. Мам, ну давай, кидай. Мне мячик, это мой мячик. Нет, мой мячик, мой. Нет, мой будет мячик, мой мячик. Да будет, почему Эйвен? Ну ладно, почему Эйвен-то? Да потому что и не играть. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Пойдем. 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 Пойдем.